Выборы в Турции 2023 года. Ассаламу алейкум, друзья! 14 мая в Турции очень важный день. День парламентских и президентских выборов. Как и прежде, ученики Риса Али Нур выражают полную поддержку Раджаб Таипу Эрдогану и его команде. В этой связи по ссылке приведено обращение фонда Хизмет Вакфы. Известно, что Бадиузаман Саид Нурсей на определенном этапе жизни осознанно отстранился от политики, предостерегает участие в ней и своих учеников. Тем не менее, руководствуясь исторической важностью момента и соображениями пользы для народа, страны и исламского мира, в сложившихся тогда обстоятельствах Устаз выразил поддержку Аднану Мендересу и его демократической партии, назвав его героем ислама. Причинами этой поддержки было то, что Мендерес вернул установленную в исламском мире традицию произнесения азана на арабском языке. Восстановил гражданские права и свободы и наладил отношения с исламским миром. Дальнейшие события лишь подтвердили верность предупреждения Устаза об опасностях и рисках в случае проигрыша тогдашних демократов. Неооруженным глазом видны параллели между тогдашней и нынешней ситуациями. С той лишь разницей, что на счету действующей власти во главе с президентом Эрдоганом еще больше значимых и важных достижений. Именно поэтому близкие ученики Саида Нурси, Хусну Байрам Углу, Абдуллах Ягин, Мустафа Сунгур, Саид Уздамир и другие открыто заявили о своей поддержке Раджеп Таипа Эрдогана и его команды во всех их благих преобразованиях. В ниже следующем тексте мы для наших русскоязычных подписчиков аргументируем обозначенную позицию, рассмотрев вопрос не только с исламской, но и других сфер, в которых за все прошедшие годы были произведены колоссальные преобразования. Считаем, что данные факты могут и должны быть приняты во внимание избирателями. За время правления Раджеп Таипа Эрдогана была проведена огромная работа по истинному возрождению Турции. Достигнуты грандиозные успехи в экономике, кардинально изменившие положение страны, созданы условия для экономической и оборонной независимости с опорой на отечественного производителя, реализованы сотни успешных инфраструктурных проектов, создавших каркас для успешной логистики и общего развития. Была достигнута максимальная консолидация общества и был дан достойный ответ на все сложнейшие вызовы, а именно разоблачение и устранение агентов влияния и деструктивных антигосударственных элементов в ключевых государственных структурах, предотвращение попытки военного переворота, успешный ответ на множественные провокации, эффективный менеджмент ситуации, связанной с массовым приемом и размещением беженцев, компетентное, ответственное и своевременное устранение последствий сложнейшего испытания выпавшего на плечи общества и власти, разрушительного землетрясения тысячелетия. Турция уверенно вернулась на мировую политическую арену в качестве полноценного суверенного субъекта международных отношений, повысила и укрепила свой статус в глобальной политике, прочно заняла кресло регионального лидера, на деле доказала свою роль представителя и защитника общих интересов всего исламского мира, внесла свой вклад в качестве посредника в урегулировании сложнейших конфликтов. Для всех мусульман произошли огромные изменения, о которых невозможно было и мечтать в былые годы агрессивно-секуляристской власти. Возрождено и открыто огромное количество исламских учебных заведений, школ, имам-хатыбов и курсов Корана. Возобновилось преподавание Корана и исламских наук, а также османского языка в общеобразовательных учреждениях. Все это является спасением прежде всего для молодого поколения, способствуя укреплению их веры, повышению их гражданской осознанности и патриотизма. Запущено множество гуманитарных, благотворительных и религиозных проектов внутри страны и за рубежом. Оказывается поддержка многим организациям. Исламская составляющая обрела былую значимость на государственном уровне. Чтение Корана теперь сопровождает приемы в президентском дворце и важные государственные мероприятия. Полностью снят позорный и дискриминационный запрет на один из важнейших символов ислама – хиджаб. Отреставрировано и открыто множество старинных мечетей и религиозных центров. Отдельно отметим знаковое событие для всех мусульман. Айя София вновь обрела высокий статус мечети и одного из великих мест поклонения. На важности этого шага настаивал Бадиузаман Саид Нурси. И с этим связана удивительная история его ученика Кусну Байрамуглу. Теперь легендарная Айя София открыта для намазов и молитв верующих. Книги по толкованию священного Корана Риса Ленур стали издаваться Дианетом – управлением по делам религии. Наконец, сбылось то, что завещал наш Устаз, что особенно нас радует. Это лишь малая часть грандиозного спектра проведенных реформ и преобразований. Лишь столика титанического труда во благо народа и страны за все прошедшие годы. И это лишь начало истории турецкого успеха. Впереди еще много свершений. И у оппонентов действующей власти, которые в обмен на профессионализм, ответственность, компетентность, патриотизм, опытность, реальные успехи и конкретные результаты президента и действующей команды, могут предложить лишь неподкрепленные делом слова, громкие заявления, пустые обещания, риски неизвестности, отсутствие управленческого опыта и международного авторитета, внутренний раздор и возвращение в прошлое. Нет никаких шансов ввести в заблуждение сознательный, патриотичный и мудрый турецкий народ, а значит нет никаких шансов на победу. В этот без преувеличения важный год, год столетия Турецкой Республики, мы верим, у Турции большое будущее. Настал исторический момент, пришло время делать единственный правильный выбор, выбор в пользу Турции и всего исламского мира. В завершении хотим напомнить всем нашим читателям, даже тем, кто не обладает правом голоса на выборах, о важности дуа, наши молитвы за Турцию, наши сердца с Турцией. С уважением коллектив сайта runur.com и телеграм-канала Рисали Нур.